Разом с динаминацией, в 2016 у життя беларусовы выходят новые гроши, а разом с ними монеты. Кто-то узгадал минулое и прикупил скарбонку, многие новый кошелек с монетницей. А вот как рыхтуются до приема металличных грошей кондукторы громадского транспорта, и кольки будут каштовать проезд, высветляли наши корреспонденты. Людмила Корнеева, працую кондуктором Могилевского троллейбусного парка, Амаль 10 год. Ни одну тысячу километров по городе проехало, розное бывало. Кап динаминация не стала выпробованием, до работы у новых умовах рыхтовалася загадя, бо у основным монетный поток придется минавито на кондукторов. Я просто никогда с сумками не работала, потому что мне неудобно с сумками работать. У меня будут в этом кармане лежать мелкие копейки, от одной копейки до десяти копеек, а в этом кармане у меня будут более крупные уже лежать копейки. Пассажиры так само рыхтуются до разлика у новыми грошима, как позбегнуть блатанины. Агитационные листовки размещены в салонах троллейбуса. Здесь указано у нас соотношение новых денег к старым, для того, чтобы было проще, что 100 рублей это копейка уже, плюс проездные билеты реализации идут. Также здесь указана старая и новая цена. И кондукторы, и киралництво транспортной организации сподяются, что конфликтных ситуаций и казусов будет, как много меньше. Соответственно, конечно, работы не будут уже идти в таком темпе, как мы работали с куперами, потому что мы привыкли к куперам этим. Немножко будет медленнее будем работать. Ну, соответственно, будем стараться, будем стараться, чтобы не было у нас там каких-то ошибок. Но если что-то где-то будут, какие-то вопросы, я думаю, что пассажир нас поймет, извиниться, культурно все объяснить. И я думаю, что эксцессов никаких, я надеюсь, что не будет. Нагадаем, кошт одной поездки в громадском транспорте Могилёва у новых грошей в складе 40 копеек, а при набытке талончиков у водителя – 42 копейки.